Я предлагаю послушать рассказ, доклад Тамары Викторовны, как в локалитете Ассоциации Российских Банков, по результатам обработки тех вопросов, которые вы прислали на сегодняшний день на заседании. Совсем много, примерно 5-10. Потом тогда перейдем к второй этапе. Рассылались анкеты, и мы благодарим всех тех, кто поучаствовал в анкетировании. Я ознакомлю вас с результатами. Прежде чем показывать какие-то столбики, графики и какие-то списки, я бы хотела напомнить о принципе восприятия в психологии. Есть такой принцип в психологии восприятия, как восприятие пустой коробочки. И мы не говорим о руководителях, о менеджерах более высокого звена, у которых мышление очень хорошо развито функционально-логическое. Все-таки большинство, 80, может быть 70% сотрудников, все-таки у них мышление на уровне принципа пустой коробочки. То есть когда сотрудник понимает, что в коробочку, если мы говорим яблоко, то оно там появляется в виде образа. Если мы говорим яблоко, тынь и арбуз, то он там появляется. А если мы говорим лояльность, надежность и, например, еще что-то другое, управление, то у каждого в этой коробочке появляется свое. Были вопросы следующего характера. Вопрос был кадровая безопасность. Что это такое? Вообще, для чего мы проводили это анкетирование? Чтобы понять, насколько мы понимаем в одном ключе, что такое безопасность, а тем более кадровая. Поэтому все вопросы были составлены. Что такое опасный и что такое безопасный? Сотрудник, руководитель и клиент. Ну вот, 80% ответили, что жизнь и сохранение активов банков – это безопасность кадровая. Ну и дальше вы видите. Дальше вопрос. Какими качествами обладает безопасный сотрудник? И какими качествами обладает опасный сотрудник? Ну, все полученные ответы были разделены на категории. Мы постарались их свести к минимуму. Каждой категории было дано описательное название. И определен процент ответов данной категории от всех полученных ответов на поставленный вопрос. Итак, у нас получилось, что личностные качества и у безопасного сотрудника занимает большую половину. 57%, 46%. Более подробно, какие ответы, ну, мы выбрали там тоже, какие ответы, это чуть более подробно ниже. Во безопасного сотрудника, вторая категория, мы ее назвали «выполнение функциональных обязанностей». 25% относятся к этому. А 40% – это особые условия. Что это за условия? Дальше мы списком их предоставим. Ну и взаимодействие в коллективе. Вот, в общем-то, как в нашем российском менталитете, среди нас с вами, разделяются два понятия. Что такое опасный сотрудник, а что такое безопасный. Я не буду зачитывать все, ну, как бы все списки. Итак, категории «Личностные качества». Обратите внимание, безопасный и опасный сотрудник. Здесь лояльный, управляемый, благонадежный, порядочный, добросовестный, предсказуемый и физически здоровый. Это больше всего, чаще всего встречающиеся ответы. Если мы возвращаемся к мышлению пустой коробочки, что у вас конкретно, у каждого появилось в ней? Ну и опасный – это нелояльный, неуравновешенный, склонный к риску, аферист, непрофессиональный, непредсказуемый. И очень важно ответили, очень часто встречающиеся, мы на последнее место поставили, имеющие низкий интеллект. Категория разделились. Выполнение функциональных обязанностей. Безопасный. Безопасный.